Губернатор Олег Кожемяка проинспектировал Уссурийск и проверил ход очистки города от последствий тайфуна. Так продолжается работа по вывозу испорченного имущества в затопленных домовладениях. Людям помогают военные, сотрудники МЧС, волонтеры, сотрудники администрации и представители спортивного сообщества. Работы много? Губернатор прошел по пострадавшим от паводка улица Муссурийска, пообщался с людьми на месте. Мусор убрали? Мусор убрали, да? Мусор постоянно убирают. Вы сами сушите? Сами сушим. Мы нам пушки привезли. Пушки привезли, да? Ничего, привезли. Также Олег Николаевич проверил, как организована работа оперативного штаба по ликвидации ЧАЭС в Уссурийске. Он озвучил ряд замечаний по их работе. Итак, у вас по каждому району должна быть отдельно вынесенная карта, по которой ясно и понятно силы, средства, люди, объемы работ, которые должны быть сделаны. И кто задействован там? И кто старше? По каждому району кто старше? Понимаете? Вот мне такие доклады. В ближайшие дни оценочной комиссии обследуют наиболее пострадавшие от стихии жилые дома и примут решение о их дальнейшей судьбе. Об этом завел губернатор на совещании с главами муниципалитетов и профильных ведомств. Мы должны предоставить, я сегодня переговорил с министром строительства Эреком Варычем Файзулиным Российской Федерации, о тех выплатах, которые должны сопровождать капитальный ремонт. Нам необходимо предоставить все документы завтра к вечеру по капитальному ремонту, с тем, чтобы была уже предварительная оценка стоимости этих работ. Приморцы, пострадавшие от стихии, могут до 15 октября подать заявление на три вида выплат в зависимости от ущерба нанесенного имуществу – 10, 50 или 100 тысяч рублей. Сделать это можно через портал Госуслуг в пунктах временного размещения или в МФЦ. При подаче заявления необходимо иметь паспорт при наличии детей свидетельства о рождении, СНИЛС и банковские реквизиты при условии перечисления выплаты на банковский счет. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.